Месячник по уборке города стартовал Детям подари им будущее Очередная акция инспекторов ГИБДД Мы за здоровье и счастье страны Городской конкурс школьных агитбригад Концерт, посвященный году российского кино А теперь об этих и других событиях подробнее Через неделю, 14 апреля, в полдень по московскому времени Состоится прямая линия с Владимиром Путиным Президент пообщается с россиянами И ответит на их вопросы, касающиеся жизни страны И международной обстановки В этом году передача выйдет уже в 14-й раз Судебные приставы Смоленщины Подвели итоги трех месяцев по должникам За первый квартал текущего года Вынесено и направлено в органы пограничного контроля 3266 постановлений о временном выезде должников за пределы РФ На общую сумму свыше полутора миллиардов рублей Информация о задолженности и способах ее погашения Размещена на официальном сайте управления В разделе Банк данных исполнительных производств В нашем городе есть хорошая традиция Каждую весну десногорцы сообща приводят улицы и дворы в порядок Как месячник по уборке пройдет в этом году Смотрите в нашем сюжете С 4 апреля в Десногорске стартовал ежегодный месячник по уборке территории города Который продлится до 28 апреля И завершится общегородским субботником 29 числа Он пройдет под эгидой общероссийской акции «Зеленая весна» Коммунальные службы города включились в работу с 1 апреля Полным ходом идет обрезка деревьев и кустарников На центральных дорогах рабочие убирают песок С понедельника коллективы предприятий принялись убирать закрепленные территории В перечень мероприятий для них входят Уборка мусора и листвы, посадка деревьев и цветов, очистка дорог и придорожных полос от песка Субботник стал традиционным и посредством проведения мероприятий Способствует развитию и распространению экологической культуры Объединяет инициативы граждан, организаций, общественных организаций И органов власти в деле охраны окружающей среды В субботнике могут принять участие все жители города У всех желающих есть возможность выйти 29 апреля во двор И навести порядок вокруг своего дома Хочу обратиться к гражданам, к жителям, к организациям И пригласить их поучаствовать в нашем месячнике и субботнике По вопросам участия, если это на придомовой территории Обращаться в ближайшие ЖЭУ управляющих компаний Если хотите поучаствовать в уборке прибрежной территории То в комитет ГХ и ПК Смоленскую таможню продолжают атаковать яблоками из молока Только за последнюю неделю уже дважды приходилось разбираться Каким образом привозимая в Россию по документам легальная молочка Оказывается на деле совершенно нелегальными яблоками Груз задержан, проводятся проверки В центре региона задержаны пять нелегалов из Армении, Грузии, Вьетнама и Узбекистана Все они выдворены с территории Смоленской области По причине незаконного здесь пребывания Граждане Грузии и Вьетнама изыскали средства И оплатили авиабилеты самостоятельно Остальным трем иностранцам билеты на родину Были приобретены за счет федерального бюджета Согласно правилам дорожного движения Перевозить детей до 12 лет можно только в специальных удерживающих устройствах Тем не менее, некоторые водители пренебрегают правилами Подвергая опасности жизнь и здоровье юных пассажиров Автоинспекторы не могут оставаться в стороне И постоянно проводят мероприятия Привлекая внимание к проблемам перевозки детей 7 апреля при поддержке представителя Смоленской епархии Отца Святослава и депутата Смоленского городского совета Вадима Косых Сотрудники специализированной роты ДПС Провели пропагандистскую акцию Направленную на популяризацию использования детских удерживающих кресел Задачей акции стало убеждение взрослых участников дорожного движения В недопустимости перевозки детей в салоне автомобиля Без использования детских удерживающих устройств Вы подарили детям жизнь, подарите им будущее С такими словами инспекторы вручали водителям с детьми специальные устройства В надежде, что их использование станет простой и повседневной заботой о ребенке Которая сохранит его жизнь Жительница поселка Остер Рославского района, сжигая мусор вблизи строений, чуть не осталась без дома Прибывшие пожарные обнаружили, что горят баня и сарай К тому моменту огонь грозил перекинуться на жилой дом, стоявший в метре от бани Дом отстоять удалось, а сарай и баня сгорели полностью 6 апреля в 10 часов 48 минут поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-2115 в дачном поселке Кукуевка Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, на месте происшествия работали 5 огнеборцев на автоцистерной 15-й пожарно-спасательной части В каждой школе Десногорска создана агитбригада 7 апреля во Всемирный день здоровья комитет по образованию организовал для ребят конкурс на злободневную тему «За мир без наркотиков» В конкурсе принимали участие 5 команд из школ города и дома творчества Перед ребятами стояла задача показать в своем выступлении отношения современной молодежи к наркотикам и вредным привычкам Каждый творческий коллектив приложил максимум энтузиазма и театрального мастерства в своем выступлении Работу ребят оценивало жюри, в состав которого вошли специалисты комитета по образованию 7 апреля – это день здоровья И мы показали, какими мы все можем быть здоровыми И мы получили кайф от позитива и креатива Первое место заняла агитбригада школы номер 4 Второе место разделили творческие коллективы школы номер 2 и номер 1 И на последнем месте оказались бригады дома творчества и третьей школы В течение месяца с 9 апреля по 9 мая пройдет гражданско-правовая акция «Это наша победа» Чтобы стать участником акции, необходимо выложить на собственную страничку в соцсетях фотографию Подписав ее тремя официальными хэштегами акции Одновременно использование которых обязательно Как известно, 2016 год объявлен годом российского кино Коллектив музыкальной школы имени Глинки нашего города не смог пройти мимо этого события Ведь кино и музыка неразделимы 7 апреля в ДМШ состоялся концерт «Музыка. Душа. Кино». Подробности в нашем сюжете За основу организаторы взяли историю рождения Великого Немова И проследили его дальнейшее развитие вплоть до наших дней Под кадры известных кинофильмов звучала живая музыка в исполнении преподавателей и учащихся школы «Для наших обучающихся это очень хороший знак Посмотреть, как преподаватели участвуют в концертах, как они исполняют, как они готовятся к концерту Это очень хорошие примеры для нашего подрастающего поколения Зрители были рады встрече с музыкой, со знаменитыми артистами и любимыми кинофильмами «Для наших обучающихся это очень хороший знак» И в заключении о спорте Юлия Лен, спортсменка и красавица из Смоленска, стала лучшей из 280 претенденток в категории фитнес-бикини Открытый кубок ЦФО по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу прошел в подмосковном Риотове Мастер-класс по баскетболу для инвалидов-колясочников впервые прошел в нашем областном центре Его показали смолянам игроки московского клуба «Фалькон» Попробовать сыграть в специальных колясках могли все, кто приехал поучиться Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня